Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Актуальность проблемы лечения больных со злокачественными новообразованиями кожи обусловлена целым рядом факторов и в первую очередь высокой и возрастающей заболеваемостью данной патологии. Нарастанием агрессивности клинического течения заболевания при рецидивировании и отсутствием системного подхода недостаточной разработанностью показаний к различным видам лечения данных новообразований. Согласно современным международным рекомендациям, рецидивные формы рака кожи относятся к группе высокого риска возникновения повторного рецидива. Это касается как базально-клеточного, так и плоскоклеточного рака кожи. Удаление данных формного образования рекомендуется выполнять хирургическим методом. И только при невозможности выполнения операции проводится лучевая терапия в сочетании с возможной системной терапией. Это также относится и к базально-клеточному, и к рецидивам плоскоклеточного рака кожи, головы и шеи. Однако в клинической практике выполнение хирургических вмешательств нередко бывает сопряжено с возникновением значительных дефектов, невозможных в силу сопутствующих заболеваний. Мы провели анализ проведенных методов лечения у пациентов, которые поступили в клинику опухоли головы и шеи с уже возникшими рецидивами заболевания, и до этого лечились в различных лечебных учреждениях. Установлено, что в качестве первого вида лечения у большинства больных применялись нехирургические методы. В первичной опухоли только у 26% пациентов было выполнено хирургическое удаление. В других случаях применялись другие виды лечения, такие как электрокоагуляция фотодинамической терапии, лазерная коагуляция лучевого лечения и другие виды лечения. Также при лечении первого рецидива в других лечебных учреждениях тоже хирургический метод занимал 26,9%. То есть у третьей практически больных только выполнялось. И даже при возникновении второго рецидива опухоли хирургическое удаление опухоли было выполнено только у 42% больных. Мы провели анализ результатов лечения больных с рецидивами базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи, среди которых было 177 больных. Базально-клеточный рак был у 84,2% и плоскоклеточный рак 28 больных 15,8%. Возраст больных колебался от 28 до 91 года, средний возраст 65,5 лет. Основной локализацией новообразований была так называемая средняя или аж-зона лица. Это около 80% случаев. Причем нередко новообразования поражали смежные области. То есть это были распространенные рецидивы, которые одновременно захватывали несколько анатомических областей. Также нередко поражалась кожа свода черепа. 19% наблюдений. Удаление хирургической данных новообразования нередко бывает сопряжено с возникновением значительных эстетических дефектов, которые нарушают естественные формы лица и возникают трудности в выборе метода лечения данных пациентов. Естественно, что рецидивные формы рака кожи различаются по локализации, распространенности и глубине инвазии. И при оценке распространенности рецидивных новообразований мы учитывали как данные клинического лучевого обследования, так и данные гистологического исследования удаленной опухоли. При этом выявлено, что более чем у половины больных новообразование распространялось на глубже лежащие ткани. Мышечная ткань была поражена у 26% больных, у 11% были разрушены хрящи носа или ушной раковины, и у 13% больных новообразования разрушали кости черепа, в том числе височную, лобную, носовую, теменной, затылочной кости. Хирургическое удаление новообразований выполнялось единым блоком с отступом в пределах здоровой ткани и послеоперационной оценкой частоты краев резекции. Применялись различные виды пластического замещения дефекта, которые зависели от распространенности локализации новообразований, от мобилизации тканей в области дефекта до выполнения пластика с помощью свободных ревоскулизированных трансплантатов при крайне распространенных поражениях. При анализе отдаленных результатов хирургического лечения, сроки наблюдения составили от 2 до 11 лет с медианой 6 лет, не выявлено достоверных различий в частоте рецидивов в зависимости от морфологии, то есть базально-клеточный рак кожи или плоскоклеточный рак кожи. Частота рецидивирования составила 21 и 22% соответственно. Метастазы возникли, регионарные метастазы, возникли у 7% больных с рецидивами базально-клеточного рака кожи и у 36,4% пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака. Возникновение повторных рецидивов рака кожи зависело от глубины инвазии опухоли в подлежащей ткани. Так, при распространении новообразований в пределах кожных покровов повторный рецидив возник у 3% больных после хирургического удаления, а при поражении мышечной ткани – 25%, при поражении костной ткани это увеличилось до 43%. Различия статистически достоверны. Также при удалении рецидивных форм рака кожи применялся метод криодеструкции. Показания к криохирургическому удалению явились новообразования с четкими границами, расположенные только в пределах кожных покровов, без глубокой инвазии подлежащих тканей. Локализация новообразований представлена на слайде. Из 44 исследованных больных у 42 имелся базально-клеточный рак кожи, и только в двух случаях были выполнены криодеструкции рецидива плоскоклеточного рака. Показаниями являлись, как правило, так называемые сложные локализации новообразований у лиц пожилого возраста с наличием сопутствующих заболеваний. Применялись криогенные аппараты отечественного производства. В качестве хладоагента используется жидкий азот. Различные формы криоаппликаторов позволяют индивидуально выбирать наконечник в зависимости от конкретной клинической ситуации. Для выполнения криодеструкции используем методики, которые разработаны в онкологическом научном центре, и позволяют выполнять одномоментную прогнозируемую радикальную криодеструкцию опухоли путем глубокого локального охлаждения в пределах здоровых тканей. При выполнении криодеструкции достигнуты отличные эстетические и функциональные результаты лечения. При оценке отдаленных результатов обнаружено, что частота повторных рецидивов зависела от размера рецидивной опухоли. Так, при образовании их размерами менее 1 см мы не наблюдали рецидивов. То есть это можно было рассматривать как метод выбора. В том же время при опухолях более 3 см высокая частота повторных рецидивов не позволяет рекомендовать метод криодеструкции в качестве метода выбора. Однако следует отметить, что во всех случаях возникшие рецидивы были успешно удалены хирургическим путем и летальности от рака кожи в данной группе больных не было. При распространенных инфильтративных формах рецидивов метод криодеструкции не показан. И в данной ситуации мы применяли метод криолучевого воздействия, который был использован при лечении 26 больных, 22 пациента рецидивы базально-клеточного рака и у 4 были рецидивы пускоклеточного рака кожи. Показаниями служили рецидивные новообразования с инфильтративным ростом, нечеткими границами и распространением на глубже лежащие ткани. Методика включает локальное охлаждение опухоли по разработанной методике, которая проходит безболезненно и легко переносится пациентами, и последующее лучевое воздействие в разовой очаговой дозе 2-2,5 ГРЭД до суммарной дозы 60-70 ГРЭД. Лучевое воздействие производится непосредственно сразу вслед за локальным охлаждением тканей. В процессе криолучевого лечения происходит поэтапная регрессия опухоли с оптимальным сохранением форм и функций, что имеет особое значение при новообразованиях в области головы. В результате криолучевого лечения удавалось достигать полной регрессии новообразований с оптимальным сохранением ткани и форм лица, что имело особое значение у лиц молодого возраста для их оптимальной последующей реабилитации. У пожилых пациентов позволяло избегать травматичных операций, также достигая полной регрессии новообразований. И прослежены также отдаленные результаты лечения при длительных сроках наблюдения более 11 лет. При этом летальность была вызвана сопутствующими заболеваниями, от которых при последующем наблюдении умерли 8 больных. Ни в одном случае летальность не была связана с прогрессированием рака кожи в данной группе пациентов. Результаты лечения больных с рецидивами рака кожи зависели от гистологического строения опухоли. Так, при базально-клеточном раке кожи. В целом рецидивы при последующем наблюдении возникли у 22,8% больных. Однако, при базально-плоскоклеточном типе, или как термин методипический рак кожи, рецидивы возникли у 63% больных, в то время как при других типах у 19,6%. При плоскоклеточном раке кожи также результаты зависели от гистологии опухоли. При дифференцированных формах плоскоклеточного рака с ороговением частота рецидивов составила 17%, а при низкодифференцированном раке, плоскоклеточном раке 60%. Частота возникновения регионарных метастазов также зависела от морфологии опухоли. При базально-плоскоклеточном типе базально-клеточного рака кожи регионарные метастазы возникли у 36% больных. Речь идет, естественно, о распространенных формах рецидивов базально-клеточного рака, тогда как при других формах этот процент составил 2,8%. При плоскоклеточном раке кожи при дифференцированных формах рецидивов плоскоклеточного рака частота регионарного метастазирования составила 13%, а при низкодифференцированном плоскоклеточном раке метастазы возникли у всех больных, то есть практически в 100% случаев. Также обнаружена зависимость частоты повторного рецидивирования в зависимости от кратности рецидива. При лечении первого рецидива повторно опухоли рецидивировали у 19% больных, тогда как при повторных многократных рецидивов этот показатель повышался до 32%, что также статистически достоверно и показывает важность выбора правильного адекватного вида лечения в случае возникновения рецидива рака кожи. В целом при лечении 177 больных с рецидивами базально-клеточного и плоскоклеточного рака кожи головы частота рецидивирования составила 23%, регионарные метастазы 7,9% и умерли от рака кожи 3,9% больных. В основном это было крайне распространенное новообразование с поражением костей черепа. Таким образом, рецидивы рака кожи в области головы имеют инфильтративный тип роста, как правило поражают глубже лежащие ткани. Частота возникновения повторных рецидивов зависит от выхода, распространения опухоли за пределы кожи, морфологического строения, кратности рецидива и прогностически неблагоприятными формами являются базально-плоскоклеточный рак и низкодифференцированный плоскоклеточный рак. Криодеструкция является эффективным методом лечения при рецидивах базально-клеточного рака кожи с четкими границами, не распространяющихся за пределы кожи. Результаты криогенного лечения зависят от размеров морфологического строения рецидивной опухоли. Мы выполнили криодеструкцию всего лишь у двух пациентов с рецидивами плоскоклеточного рака и в обоих случаях возникли повторные рецидивы, по поводу чего больным были выполнены операции. При размерах опухоли более 3 см и рецидивах плоскоклеточного рака кожи мы считаем непоказанным выполнение криодеструкции. Применением по показаниям криолучевого метода позволило повысить эффективность лечения больных с местно распространенными рецидивами рака кожи головы. Благодарю за внимание. Николай, спасибо большое. Есть ли вопросы? У меня вопрос, если позволите. Все-таки когорта больных с криолучевой терапией всего 26 человек. Допустим, можно ли сравнивать с тем же хирургическим лечением, где 107, например, пациентов? Нет такой ситуации или понимания, что с превышением числа больных процент рецидивов все-таки будет расти? Дело в том, что в нашем докладе мы эти материалы действительно не представили. На самом деле мы провели такую сравнительную характеристику. Дело в том, что группа больных с криолучевым методом – это, безусловно, селективно отобранная группа пациентов, поэтому их немного. То есть выполнялось по особым показаниям. В частности, не выполнялось криолучевое лечение, если ранее больному уже проводилась лучевая терапия, если были поражены кости черепа, были поражены большие слюны и железы, ткани глазницы. То есть там были определенные показания для данной методики. И мы выбрали точно такую же группу пациентов, которым выполнялось хирургическое удаление опухоли. И при этом частота рецидивов при криолучевом методе не была выше, даже несколько ниже, чем в группе хирургического лечения. Хирургическое лечение – это поверхностная форма или с деструкцией костной ткани и так далее? Сравниваемые группы были абсолютно аналогичны по распространенности, по глубине инвазии и так далее. А небольшое число больных, безусловно, связано с тем, что это селективная группа пациентов. И в группе больных, которым проводилось криолучевое лечение и криодеструкции опухоли, летальности, связанной с прогрессированием рака кожи, не было. Также в связи с тем, что это были селективно отобранные больные для этого вида лечения. Ну и все-таки вот ваше мнение, первичная базально-клеточная карцинома кожи, особенно в зоне маски лица, какой метод предпочтительно применять у операбельных больных? Имеется в виду не рецидивные, а первичные формы. Первичные. Согласно современным международным рекомендациям, криодеструкция показана при базально-клеточном раке кожи с низким риском рецидива. То есть это новообразование размером менее 1 см. Однако, несколько выходя за рамки нашего сообщения, Менее одного, не локализующегося в зоне маски. Да, в том числе и в средней зоне лица. Не локализующегося. С локализацией в средней зоне лица. Имеется в виду кожа головы. Но наше наблюдение показывает, что в определенных ситуациях можно расширять эти показания. И у нас есть группа пациентов даже с новообразованием Т2 в области головы, когда успешно была выполнена криодеструкция без дальнейшего рецидивирования заболевания. Все-таки надо разделять шею, скальп и зону маски, потому что зона маски, любая опухоль любого размера, это группа высокого риска. Согласен с вами, в зоне маски высокий риск более 6 миллиметров. Но в нашей презентации нет этих иллюстраций. Мы могли бы показать, что удается удачно сохранить и в области очень сложной, такие как нос, крыло носа, в области губ, в области орбиты и так далее. То есть этот метод успешно тоже может быть применен, но, безусловно, конечно, по показаниям. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое. Извините, но вот вы сослались на зарубежных авторов. В общем-то, клинические рекомендации Ауровские, наши, потом зарубежные издания, они все рекомендуют. При операбельных и в зоне лица, то есть все базулиомы, это хирургическое лечение, лучевая терапия при имеющихся противопоказаниях, и все остальное, включая криводеструкцию, лазерную деструкцию, фотодинамическую терапию, отнесены к палеотивным методам лечения. По-моему, так это звучит в Минздравовских рекомендациях. И они же ссылка на НССР. Хотя я отчасти тоже не соглашусь, потому что криводеструкция – это хирургия. Почему-то все наличие мне называют. Но вопрос еще такой был. А у вас не было опыта или сравнительной оценки, например, сочетать высокие энергии и криводеструкцию, например, такая серьезная циторедукция, например, лазером с последующей криводеструкцией или циторедукция с лучевой терапией? Дело в том, что в рамках сегодняшнего доклада мы подготавливали анализ только рецидивных форм. Первичные формы, так сказать, этот анализ мы не готовы сегодня именно представить. Безусловно, он будет представлен в дальнейшем. Но согласно рекомендациям НЦЦН, последним все же при опухолях с низким риском рецидива в качестве альтернативных видов лечения рассматривается и фотодинамическая терапия, и криводеструкция опухоли, и методы местного лекарственного лечения. Спасибо. Но это первичные формы. А рецидивы, да, мы показали, там только хирургия рекомендована. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...